Все, да? Упокойтесь с миром, мистер Пакертон, вам больше не придется страдать. Press F to pay respect. Оказывается, они не пустые. Они бы были со страницами дневника, которых всего то ли 11, то ли 12, я не помню. Но их можно получать только тогда, когда ты сделал в предыдущем, получается, эпизоде. Достижение некоторое, тогда есть смысл собирать эти письма. Так как мы это не сделали ни хрена, ни фига. Поэтому не будем заморачиваться, не будем ходить искать все это. Просто давайте пойдем по сюжету, собственно. В 22, да, а мы уже в 22 внезапно. Пойдемте пообщаемся с Тоддом. Он, скорее всего, уже придумал, что и как сделать, куда-куда вертеть. Давай. Так, вы готовы? Готовы. Я подключился к камерам и смогу зацикливать записи пустого холла. Пока вы не вернетесь, будьте осторожны. Так, а мы к миссис Пакертон, насколько я понимаю, идем разыскивать, собственно, мясо. Мясо. Для колбасы. Ага, смотри-ка, ты вскрыл. Готово. Круто. Надо быстренько управиться, пока она не вернулась. Ну. Вот когда такой переход, обычно это значит, что уже конец этого. О, музончик-то такой. Музончик-то прямо это. Хорорушный. Тювак, тут как из жопы воняет. С дужком грязных ног. Божечки, лучше бы нам тут не задерживаться. Не смогу долго переносить эту вонь. А, погодите-ка, погодите-ка. Я тут самое главное-то не нажал. Таймер не включил. Чтобы опять бы сейчас это на два часа серия бы растянулось. Зацени-ка эту картину. Что если Пакертон права? Правда работает на ферме. Ну да, смотри, там козочки и овечки. Не знаю, у меня от этой картины странное ощущение, словно озноб. Ого, да, я тоже чувствую. А, давай осмотримся. Итак. Спальня номер один. Она заперта. На дверной ручке какой-то странный механизм. Да, вижу, звоночек. Часы, окей, спальня два. Черт, заперта. Все заперто опять. Часы. Ну, стрелки часов застряли на 15-14. Когда я пытаюсь их сдвинуть, они просто возвращаются на свои... 15-14. Это, скорее всего, какой-то пароль. Запомнили, 15-14. Так, а что, радио? Классное старое радио. Так, только вот не включается. Наверное, сломано. Хорошо. О, подгузники. Памперсы, смотри, в натуре. Памперсы. Dry Boom Booms. Чистые кто-то там. Тут здоровая пачка подгузников. Как думаешь, ими пользуется миссис Пайкертон? Наверное, чувак. Пайкертон же развалюха. Окей. Пойдем в ванную сразу. Ой, как грязно. Когда она последний раз смыла свою ванную? Серьезно. Ну, вообще, все грязно. Пипец. Фу, мерзость. Там здоровенно личинка плавает. Ой, ой, ой. Давайте сразу, как его, шифт, по-моему, да? Шифт, 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 шифт. Сразу проверять шифтом все. Потому что нам же не зря дали. Эх, гирбоя. Так, что? Нашел в холодильнике что-нибудь странное? Да, не, обычные продукты. Но на морозилке висит замок. Сможешь его открыть? Ага. Дай мне минутку. Вот ты взломщик какой, а. Так открывай. Что стоишь-то? Руки в карманах. Открывай. Все, открыл? Уже открыл? Еще нет. Да ты сколько же можно-то? Так, морозильник. Окей. Он заполнил колбасой. С замороженными овощами и другими продуктами. Ничего необычного. Готово. А, ну ты какой резкий, а, посмотри. А что, нам покажут, что там внутри? Нет, не показывают. Проверка. Проверка на паранормальщину. Ничего не таки. Да, смотри, открыл. Ладно, давай открывать. Здравствуйте, овечка. Овечка, здравствуйте. Какие-то символы. О, эти символы мы, кстати, видели, когда это, ходили с этим, с гирбоем, ходили по дому во втором эпизоде. Такие же символы появлялись. 10-47. Так, там было 15-14, тут 10-14. 10-47, так и знал. А что, ну, голова, овцы, что такого? Это правда козырь. Я аж, блин, так и говорил, чел. А еще, фу, мерзость. Не думаю, что все так просто. Давай попробуем забраться в те спальни. Ладно. Так, вот, здесь вот давайте чекнем. Ага, ну, кровушка, это понятно. О, здравствуйте, овечка. Здравствуйте. У вас что-то с шеей не то. Ну, да, у вас шея что-то не то. Привет, малыш. Ме-е-е. 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 Что это была за хренатень? Призрак козы, судя по всему. Мне, наверное, уже не стоит удивляться. Но такого я точно не ожидал. А почему? Откройте мне низ. Ну, 104,7. 104,7. Это же радио есть такое. 104,7 FM. Там вот это вот все. Да что я все вечно эту кнопку нажимаю. Смотри. Заработал радио. Окей. 104,7. Так, часики. Часики заработали. Чувак, замок очень чудной. Не уверен, что смогу его взломать. Но попробую. Давай взломай. Часы. Ну. 15,14, да? Насколько я помню. В смысле? В смысле? Да ты что? Э! Ну, 14 здесь есть. А как 15 выставить? Не понял. Не понял. Не понял. С помощью радио мы включили часы. Теперь надо как-то включить. Ну, 104,7. Все правильно. Да, все правильно. Да, не ту кнопку нажимаю. Да выйди ты отсюда. Как выйти-то? Овечка, подскажи нам что-нибудь. Будем оставить. Ничего не меняется. Меме-меме. Меме-меме. Ничего не меняется. Непонятно? Не понятно. Попузник. Миссис Паккертон. радио. Уйти можно? Нужно здесь осмотреться, пока не вернулся. Понятно. Блин, ну ты, может, это откроешь? Нет, чувак? Да, ты что же бесполезный такой? Ми-ми-ми. Ми-ми-ми! 1-2-1-2. Проверка. 1-2-1-2. Вот! Первая спальня открылась. Давай посмотрим, что внутри. А зачем тебе 15-14? Ой-ой-ой-ой-ой. Это же грязные подгузники, да? Здесь кто-то есть! Фу, ё-парацетэ. Я так понимаю, это муж миссис Пайкертон. Я очень надеюсь, что колбаса не из того, о чем вы все подумали. Я очень здесь. Фу, ё-парацетэ. Здравствуйте. Эээ, мисс Пайкертон. Здравствуйте. Думаю, он тебя не слышит. Ты прав. Судя по всему, он находится в геккетативном состоянии. И в овощи, овощи. Чел, каков же пипец! А еще этот гадкий запах точно отсюда идет. Фу! Давай быстренько оглядимся, а потом свалим. Газет. Во всех этих статьях говорится о смерти мистера Пайкертона. Если он мертв, то же лежит на кровати. Что я хочу узнать? Так это какого хрена? Здесь так много обосранных подгузников. Серьезно, тип? Что тебе за фигня? Понимаю о чем-то. Меня в этой квартире просто тошнит. Ты же не думаешь, что она использует... Не, не, не нафиг! Даже думать об этом не хочу. Ну, я тоже об этом не хочу. Это же пипец какой-то. Вообще колбасу делать из какашек. Думаю, если бы секретным ингредиентом было человеческое дерьмо, тот бы заметил в лаборатории. Тебе не кажется? Думаю, да! Но без понятия! Вот честно! Давай просто поторопимся! Так, может вот так вот чекнуть? Ага! Так, а можно сперопогреть? Эээ... Ви мистер Пайкертон? Моргните, если слышите меня. Ну, как он... Он если в коме, он не моргнет. А ему зачем-то мочу еще вкалывают. Смотри, ему в руку мочу вкалывают. Ладненько, давайте так поговорим. Мистер Пайкертон, здравствуйте! Юное дитя, прошу, помоги мне! Как вы? Вы мертвы? Я нахожусь посередине, страдая уже, кажется, целую вечность. Что кладут в колбасу? В колбасу! Боюсь, тут я мало что знаю, эта комната моя тюрьма, гробница вечной печали. Я никогда не смогу выйти из этого состояния. Ну-ка, секундочку. Нет, все нормально. Это с вами мистер Пайкертон сделано? Когда-то мы любили друг друга, и я так думал. Да, это ее рук, пожалуйста. Ты должен помочь мне перерывать эту бесконечную агонию. Я могу вам как-то помочь? Ты должен отключить эту жуткую машину. Но это разве не? Это вас не? Это положит конец моим страданиям, освободит от мучений. Ну, вы уверены? Прошу, дитя, умоляю, поторопись, пока она не вернулась. Блин! То есть мы отключаем. Дядька, судя по всему, умирает. Колбасу больше никто из говна не делает. Ладно, окей. Раз игра нам такое говорит, пусть он. Пусть он. Да? Походу, да. Надеюсь, что правильно поступил. У тебя не было выбора, чел. Несчастный мужик страдал. Он этого хотел. Но мы помогли, да, помогли. Да, наверное, просто я. О-о. Миссис Паккертон. О, черт, она вернулась! Быстро прячемся за этим комодом. Хороший, кстати, превьюшечек. Хороший превьюшечек. Если мы отсюда не выберемся, я... Я люблю тебя, чувак! Ой, только давайте без поцелуев. Там обнялись по-дружески, сказали там все нормально, друзья навеки, и все нормально. Я тебя тоже люблю, чел. Ты мой самый лучший друг в мире. А ты мой приятель! Все, пипец. Не трогай... О, у него зеленые труселя. Не трогай, Салли, не трогай! Ясно. Ясно. Здравствуйте, Эш. Здравствуйте, Эшли. Здравствуйте. Вы как всегда вовремя. Эй, простите, что порчу момент, но что это, блин, за место? Эшли, ты нас до усрачки напугала. Я заметила. Эх, блин, как же я рад тебя видеть, Эш. Я думал, нам крышка. Я думал, тебе нужно было присматривать за Бенджамином. Папа вернулся домой пораньше, так что я сразу поехала сюда. Простите, что напугала вас я. Да, да, да. Там лежит чувак, которого мы только что убили, да, и вот его целое ведро подгузников огромное, вонючее. Фу-фу-фу. Это мистер Пакертон, он? Это был он, но больше нет. Он наконец-то обрел покой. Чёрт! И, пожалуйста, не говорите, что в колбасу добавляют ЭТО. Да нет, мы уже выяснили, что тот бы выяснил, что все бы выяснили, что выяснить было то, что в колбасу ЭТО не добавляют. Надеюсь, что нет. Я не уверен. Осталась ещё одна комната, в которую мы не заглядывали. Надо пробраться туда перед тем, как уйти. О, зацените, пока мы прятались, я нашёл под комодом связку ключей. Ты? Хм, какой-то из этих ключей открывай вторую спальню. Давайте посмотрим, что внутри. Всё что угодно, лишь бы выбросы из этой комнаты. Почему ключи у меня? Странный комплект ключей Ларри нашёл в квартире. А где комод? Да, да, отстань. Уйди. Уйди. Я постоянно забываю, как мне не будет. А где комод, за которым мы прятались? Всё, да? Упокойтесь, мистер, с миром, мистер Пакертон. Вам больше не придётся страдать. Press F to pay respect. Окей. Окей, ладненько, пойдёмте. Так, а здесь мы всё проверили, да? Всё, открываем. Спальный номер, да? Мы пробрались. Вот оно, мясницкое логово-то где? Вот оно, мясницкое логово. Ну да, ты посмотри. Пропавшие люди, пилы. Ну, теперь понятно, из чего колбаса. Окей, что за... Боже мой. Салли даже сказать нечего. Да? Смотрите стену, по-любому. Не к добру это. Так, осмотрите. Не понятно. Так, морозильник. Ещё один грёбаный кодовый замок. Вот здесь 15-14, да? 15-14. Да? Нет? Нет, не работает, не понял. Да тут просто какая-то скотобойня. Ну да, ты посмотри. Там под машиной одежда. ну всё, но мисс Паккертон, короче, скорее всего, собирала трупешники вот этих вот пропашек. А может быть, она их сама их убивала, но на самом деле ввалила тут и делала из них колбасу. ЁПРСД. Бедные дети, теперь понятно, почему колбасы такой странный вкус был. А что? А как? Подожди, там на часах было 15-14. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вот слева отпечатки как азбука Морзе, знаешь, точка, тире, точка, тире. Один, четыре, один, четыре. Нет, так не подходит. То есть, это каждое, вот это вот число, оно, блин, число. Четыре. Давай по маленьким. Один, четыре. Один, три. Вообще сейчас наугад нажимал. Здравствуйте. А это маски для Хэллоуина. Ну это маски для Хэллоуина. Ну знаешь, когда это, одевают там всякий Джейсон, до кого. Мы, мы по самым ушам вляпались. Нужно позвать на помощь. А Салли вообще невозмутимый. Вот Ларри блюванул, Эш в шоке. А Ларри вообще, может быть, у него под маской там, я не знаю, что творится. Но судя по глазам, он ничуть не удивлен. Абсолютно. Жесть. Жесть. Там нет костей. Что? Там нет костей. Одно только мясо. Мясушку. И глазки. Смотри. Вкусня. Там мозги. Ну это, это анатомическая лаборатория. Вон там легкие язычки внезапно. Ну это деликатес. Наверное, какое-то сердце. Вижу легкие. Пузо, кишечник. Глаза. Ну, в общем, такое себе. Давайте долго на это не будем смотреть. Чувак, не! Завязывай! Давай еще раз. Хорошо, молодец. Не держи в себе, Варя, не держи. Это плохо. Плохо все держи. Я ж права. Нужно позвать на помощь. Ты разве не понимаешь? Нам никто не поможет. Каждый раз, когда тут что-то происходит, это скрывается. Культ, Люк, Чарли, миссис Сандерсон. Как знать, что еще скрывает это место? Мы не можем доверять копам и не можем рассказать своим родителям, потому что они захотят обратиться в полицию. Они так и не поверили ничему, что мы им рассказали. Так, что же нам делать? Это не тот, не тот. Так, что же нам делать? Не знаю, блин, с каждым разом все хуже. Пакертон режет людей на кусочки и подает их. Фу, давай еще раз. Нет? Теперь я буду со всеми иначе смотреть на колбасу. Да, колбаска-то непроста. Ну, судя по всему, это конец третьего эпизода. И вот, собственно, такая вот колбаска оказывается в школе подается. Так что, это, ты там поаккуратнее в школе. Проверяй колбасу. Понюхай там, проверь. Мало ли что. Всякое бывает. Журналист Клэр Капивница. Ну так. Ну так что? Вы спросили, почему я не ем колбасу. И я рассказал вам, почему. Вы ведь так любите невероятно закрученные истории. Неужели не расскажете, что было дальше? А зачем себя утруждать? Вы, скорее всего, не поверили ни единому моему слову. А дальше история становится еще более невероятной. К тому же, вы наверняка все обрежете и выставите меня по телевидению чокнутым. Ну да, знаешь, СМИ так обычно и делают. На самом деле... Если расскажете нам остаток истории, мы пустим ее в эфир как есть, без редактуры. Я вам обещаю. Я бы не стал доверять девушке с огромным шрамом на лице. Кстати, откуда? Я только сейчас заметил шрам. Я слышал, как вы упомянули именно Тодо Моррисоном еще до того, как мы начали. Вы к нему ездили? Мне тут ничего не рассказывают. Да, мы вчера снимали про него сюжет. Он в порядке? Он все еще в больнице? Давайте так, вы закончите историю про колбасу, а я расскажу вам про Тодо. Смотри-ка ты. Непонятно, сейчас новый эпизод начался или все-таки мы продолжаем про колбасу. Перед тем, как мы вышли из квартиры миссис Пайкертон, Эш еще кое-что заметила. Эй, ребята, посмотрите на это. О, мусоросборник. Это же это, куда мусор сбрасывают? На картины прятался какой-то мусоропровод. Странно, в этом здании нет мусоропровода. Не похоже, что он ведет на улицу. Не видно света. О, жуть. Будь осторожна, Эш. Интересно, куда он ведет? А, ну, конечно. Ну, я даже не удивлен. Вот, нисколечки даже не удивлен. Ну, а как? Как можно было туда свалиться? Это, она же, она же, половина тела висела на люке. Как он? Эш! Эш, ты в порядке, Эш? О, нет, нет, не может быть. Пожалуйста, пусть, ну, это уже не то. Пожалуйста, пусть она будет в порядке. Мы должны выяснить, куда он ведет. Как мы, что мы? Я полезу вниз, другого выхода нет. Чувак, нет, ты сейчас не соображаешь, что если ты тоже упадешь, или приземлишься на нее, или она еще жива, это может ее убить. Ну, так-то да, дурацкая затея за ней сейчас прыгать. Ладно, хорошо, ты прав. Давай подумаем. Флэшбеки, флэшбеки начали. Он так это, пищит вечно, когда флэшбечит. Ин псом, бра-бра-бра-бра. Ясно, все. Я знаю, куда она ведет. Кто? Откуда? Не важно. Просто сходи за Тоддом, встретимся в подвале. Как-то вот эти флэшбеки Салли помогают, короче. Что происходит? Сал, что ты увидел? Эшли в порядке? Все будет хорошо. Помоги ко мне с этим. Дверь? Подожди. Это... Они сейчас шкаф передвинули, или что? Здесь не было двери никогда. Эта квартира уже давно никто не пользовался. Она в плохом состоянии, но Эдисон не может позволить себе ремонт. На пятом этаже та же фигня. Это было в твоем видении, Сал? И это немного иначе работает. У меня просто обостряется интуиция. Ладно, веди нас, а мы с Ларри поможем, чем сможем. Заперто. Погоди. Один из ключей Паккерта напоминает старый ключ от квартиры. Попробуй-ка его. Ой, точно, я совсем про них забыл. Прекрасно. Ну, пипец, короче, тут опять какой-то творится заварушечка. Пипец. Здесь ничего нет. Дай мне минутку, чтобы осмотреться. В ванну. В первое дело, в ванну всегда надо заглядывать, потому что, мало ли что, чисто. А так, тоже чисто, внезапно. Внезапно. А можно уйти? Мы пока не можем уйти. Ну, окей, мы пока не можем уйти. Хорошо. Пойдем на кухню сходим. Так, зеленая вода, значит, тут будет призрак. Нет, прикинь, призрака нет. Окей. Спальная 2, спальная 1. Пойдем в первый спирас сходим. Смотри, ничего нету вообще. Никакой паранормальщины. Эта квартира заброшена на несколько тысяч лет. И никакой паранормальщины. Очень странно. Спальная 2. Вообще ничего нет. Ага. Разорванный ковер. Скорее всего, под ним какой-нибудь дверь или люк. Но мы это будем выяснять только в следующей серии. Пока. Подписывайся на канал, ставь лайки, дизлайки, комментируй. Не забывай подписываться на все соцсети. Ссылочки внизу в описании есть. Также подписывайся на стрим-канал, где у нас проходят стримы всякие интересные, веселые, забавные, не очень. В общем, ребят, до новых встреч. С вами был, ребят, Бояра, канала и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok